Друзья, продолжаем рабочую группу. Впереди длинные майские выходные. У нас на мае запланировано еще много интересных активностей. Мы будем продолжать и рабочую группу, и еще у нас серия вебинаров запланирована по продажам с великим и ужасным Евгением Вяткиным, по сервису, по потребительским трендам с Александром Иропацевичем, это партнер Евгения, и по работе с командой и поддержанию боевого духа команды в эти времена с Вероникой Копик. Все подробности по ссылке в описании. Хорошее сейчас время для того, чтобы повышать свой уровень и с толком провести, в общем, то время, которое освободилось. Как мы слышали выше, это вообще лучшее, что сейчас нужно. Да, и как говорил наш предыдущий спикер Сергей Капустин, сейчас лучшее время для того, чтобы, сидя дома, находясь на удаленке, образовываться и самообразовываться. А у нас следующий гость, у нас Алексей Малайчук, это соучредитель сети кинотеатров Silver Screen, известная в Минске сеть кинотеатров. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, да? Ну, и известная, и самая сервисная, и, наверное, самая яркая. Возможно, самая клиент-ориентированная, да. И при этом довольно такая диджитальная, то есть очень приятно онлайн. Единственная. Онлайн взаимодействовать. Единственная. Сеть единственная. Просто единственная сеть кинотеатров в Минске. Если говорить серьезно, вот Сергей говорил о падении бизнеса на 20%, но маржинальность и резервы позволяют уверенно проходить этот период. Знаю, что кинотеатры, кинобизнес – это сейчас сфера, которая, как и хорика, как и рестораны, она больше всего страдает от коронавируса, от этого экономического кризиса. Не так давно была дискуссия в Ютьюбе, где выступал руководитель киновидеопроката, говорил о том, что частные кинотеатры, многие на 2% хорошо все загружены, а многие закрылись там и государственные, и частные сейчас. Вот что происходит конкретно у вас? И у вас три объекта больших. Это Данамол, это Галилео, это Арена Сити. Вот что происходит сейчас в ваших кинотеатрах? Киновидеопрокат и Ютьюб, вы сказали? Ничего не переводили? Совместим эти две вещи. В общем, на Ютьюбе было выступление руководителя киновидеопроката, где он сказал о том, что ситуация сейчас, в общем, минус 98%. Как у вас, в общем, Алексей, поделитесь. Да, не знаю, без слез не скажешь, но в предыдущих выпусках у вас были разные сюжеты, были драмы, боевики, фантастика. Но вот сейчас, видимо, пришло время для бизнес-ужасов. Хоррор. Да, да, да. Сегодня мы в статусе, когда мы закрыли два объекта уже, с начала апреля было понятно, что работать просто нет смысла, и пришлось пойти на этот шаг. Сегодня работаем только в одном, и он, конечно, убыточный. Если говорить про цифры, можно сказать, что сегодня выручка в данном МОЛ 95% падения. Это единственный работающий объект в данном МОЛ. Если учесть арендные платежи с привязкой к валюте, коммунальные платежи, места общего пользования, эксплуатационные расходы, кредиты в валюте, обязательства перед партнерами и поставщиками оборудования в валюте с привязкой к валюте, все это налоги, не знаю, зарплаты, то есть все это, конечно, выглядит не очень хорошо. И самое главное, это то, о чем я говорил перед началом, мы сегодня не имеем, что показывать. То есть контента нет, потому что кинотеатры во всем мире закрыты, и студии перенесли все релизы на будущий период. То есть производители контента сейчас... Рабочую группу снимать надо в кинотеатрах сейчас тогда, да? Да, я вот сорвал, сорвал... И транслировать, и транслировать на нашу актуалю онлайн. You are welcome, да, и если сочтить... На самом деле, ребят, мы вот решили в рабочей группе поддерживать, в том числе, бизнес, где-то даже делать там условную бесплатную рекламу, не знаю, поможет она, не поможет, но вот хотим сказать, что действительно рассматриваем перемещение нашего передачи в Silver Screen, будем, возможно, записываться там. Отличный кинотеатр, отличная атмосфера, ну и очень хочется, чтобы как можно скорее ситуация нормализовалась, и мы опять покупали попкорн, смотрели хорошие, новые, интересные фильмы и прекрасно проводили время с семьей или с друзьями. Но как есть, так есть. И когда бизнес не генерирует выручки, а есть куча обязательств, которые никто не отменял, ну, прежде всего, налоговые обязательства, арендные, я так понимаю, каникулы вам не дали. Да, вот как раз же речь идет о партнерской какой-то эпохе, да, вот как... То есть были ли кто-то из ваших контрагентов, которые, вот, как говорил Сергей, пришел и сказал, вот, Алексей, понимаем, сейчас тяжело, денег нет, у вас кэшфлоу нулевой практически, ну, точнее, входящий кэшфлоу, и, ну, давайте, да, подождем, и будем работать тогда или будем ждать эти платежи тогда, когда ситуация улучшится. Был ли кто-то из контрагентов, партнеров, кто вот пришел с таким предложением? Поясните еще раз, контрагенты, которые... Ну, арендодатель, например, либо тот, кто, ну, поставщик чего-то для кинотеатров. То есть обратился ли кто-то к вам на упреждение с пониманием ситуации, что мы готовы подождать? Хотел бы сказать, но нет, нет, таких не было. Более того, если говорить про торговые центры, наверное, сейчас яркая проблема не только у нас. Я бы, может быть, хотел развеять миф, что для крупных арендаторов, для кинотеатра, отношения с арендодателем проще, и проще просить скидку, и, может быть, у нас более выгодная позиция. Нет, я бы сказал, что единственное отличие в том, что мы получаем отказ индивидуально, а не общим списком. То есть результат тот же, но в индивидуальном порядке, да, с персональным подходом. Да, и если, допустим, какой-то обычный арендатор может взять, погрузить все вещи и куда-то переехать, вещи и оборудование, то в нашем случае все не так, непросто. Мы вкладываем большие инвестиции, в том числе в неотделимое улучшение оборудования, оно специфично для конкретного кинозала и для нас. Ну, вообще, в принципе, развод кинотеатра и торгового центра – это такое долгое и болезненное мероприятие, причем для двух сторон. Поэтому мы, конечно, используем это в качестве крайней меры только. Но ситуация с арендодателями разная. То есть мы, конечно, обращались, и мы, смотря на ситуацию сегодня, понимаем и видим, что наши договора аренды долгосрочные, в них есть узкие места, и мы не хотим повторять, быть в той же ситуации через какое-то время. Поэтому мы сейчас не просто просим скидку, например, на какое-то время, мы просим и пересмотрим каких-то существенных условий в целом. Ну, про то, что говорил Сергей, да, де-юро и де-факто, да, то есть такое, ну, скажем, время других договоренностей, да, сейчас. Но де-юро договор составлен таким образом, что, в принципе, рендодатель, можно сказать, нет, и все. Дело даже не в договоре здесь. Здесь скорее о том, что государство не признает ситуацию форс-мажором либо непреодолимой силой, и в данной ситуации юридически остается руководствоваться только теми пунктами, которые остаются, да, а юридически на сегодня, как бы мы эту ситуацию не крутили, но это факт, да. Вот, кстати, вопрос про государство, да, раз, значит, подняли. Ну, а как ты видишь, нужна ли какая-то поддержка? Если нужна, то какую бы поддержку, например? Тебе не хватило ответа, да? Мне хватило ответа. Может быть, интересно мнение, ну, все-таки альтернативное, да, да, да. В Америке и в цивилизованных странах кинотеатрам выплачивают какие-то компенсации фиксированные. В России, например, предоставляют налоговые льготы и беспроцентные кредиты. Кстати, вот сегодня, пока ехал к вам на передачу, новость, что кинотеатры в России включили в список, системообразующих предприятий, 27 субъектов уже включено, и список может расширяться. То есть это прямая тоже денежная поддержка. В нашей стране мы искренне рассчитываем хотя бы только на то, чтобы вышло предписание о приостановке деятельности. Потому что пока этого предписания нет, мы можем закрываться, но мы должны платить все расходы, включая аренду и все платежи, места общего пользования. Кое-где мы содержим до 20% всех расходов, которые несет торговый центр, поэтому нагрузка очень такая существенная. И такие элементарные шаги навстречу от государства нам бы очень помогли. К слову, любопытный факт. В начале месяца, по-моему, может быть, вы знаете, были разосланы письма исполкомами районов местных о том, что суть такая, по-моему, приостановить деятельность развлекательных заведений, двоеточие. Дискотеки, ночные клубы, цитирую, боулинги, кальянная, бильярдная и компьютерные клубы. Забыли про кинотеатры. Забыли. Мы тоже думаем, забыли. Юристы в машину приезжают в исполком. Ребята, забыли. Вы, наверное, просто замотались. Не до нас было. Просто скажите, где мы... Нет, не забыли. Ситуация выглядит так, что они наверху где-то обсуждали и приняли решение. Нам говорят, да, было обсуждение, но вот решение, поэтому смотрите. Мы... Не знаю, я не вижу логики здесь никакой, почему мы должны работать, но, видимо, может быть, есть какая-то миссия, которая мы... Ну да, и поведение арендодателя тоже логика небольшая, потому что мы приглашали уже в предыдущих выпусках девелоперов, и они говорили о том, что и один, и второй, скажем, представители, да, они говорили о том, что многие арендодатели смотрят в торговых центрах конкретно в категорию. То есть странно, если аптека просит или пишет письмо о снижении аренды, да, но все-таки если пишет кинотеатр или детские развлекательные центры, то, конечно, тут вот как-то индивидуальный подход, он действительно был бы полезен, да, я так понимаю. Да, но реагируют все по-разному, то есть кто-то выражает принципиальное понимание и согласие, что мы партнеры, что мы стратегические партнеры, что мы должны быть вместе и в горе, и в радости, но есть и другая сторона, которая не признает этого, и, в принципе, тут сложно. Может быть, это пока, ну, как это, не успели быстро среагировать? Может быть, может быть, может быть, может быть, ждут тоже какую-то реакцию от государства, в свою очередь, потому что я сейчас скажу один момент, что все-таки справедливости ради нужно сказать, что все как ни крути, все равно приходит государство. То есть был тезис у вас в одной из предыдущих программ про банки, и что заканчивается в банке. Так вот, нет, я бы с этим поспорил, государство и торговый центр тоже смотрит с надеждой, и, может быть, с этим связаны какие-то вот эти моменты сейчас. Вообще, да, мы все налогоплательщики, и месседж ничего не ждите, но подождите. То есть мы все-таки платим налоги, да, и хочется как минимум четких каких-то антикризисных мер, потому что ведь совершенно очевидно, что налогооблагаемая база при падении бизнеса тоже будет сокращаться и дополнять бюджет для того, чтобы платить пенсионерам, учителям, врачам и так далее. Можно будет только тогда, когда в стране будут компании, которые жизнеспособны, которые выплачивают зарплату, выплачивают другие обязательные платежи. Но только так. Подтверждение этой мысли, Виталий, посмотрите, что сейчас происходит с IT. Многие компании добровольно помогают, и, по-моему, в счет уже на миллионы долларов, да? Да. И это добровольно. То есть мы видим, что государству нужны крепкие компании. Никто не помогает из последнего, да, никто не помогает, когда есть нечего, правильно? То есть если компания сильная и крепко стоит на ногах, у нее есть возможность сделать такие вещи. И не надо никого заставлять из-под палки, все происходит. Причем не только IT-компания, то есть, ну, можно сказать, что да, IT-компании имеют годный режим налогообложения, и они получают за счет этого большую прибыль. Сейчас они эту часть этой прибыли могут потратить. Но компании из реального бизнеса тоже, да, мы выделили марк, формули, банки, тоже включаются, помогают для больниц, для медиков, закупают средства индивидуальной защиты, все необходимое. И действительно это показывает, что, в принципе, уровень социальной ответственности бизнеса уже в нашей стране достаточно высокий. То есть вот какая-то эпоха рвачей там и так далее, мне кажется, далекие 90-е, сегодня бизнес достаточно зрелый, ответственный, готов к такому же ответственному диалогу. Поэтому хочется, чтобы этот диалог был, потому что если его нет, то, ну, тогда, когда диалога нет, то каждый живет своей жизнью, каждый выживает как может, и это иногда приводит к не очень хорошим последствиям. Однозначно. Вот как раз вопрос, так, а что, как вы живете? То есть что сейчас делаете, да? Как жить, да, когда выручки нет, практически затраты остались. В отношении, допустим, ну, персонала, в отношении, вот мы слышали, что Сергей говорил о стремлении сохранить, да, и компетенции, это очевидно. А у вас, когда 99% падения, то есть что вы предпринимаете? Как только мы осознали, что ситуация уже будет такой, какая она есть, мы сразу же, в принципе, в течение нескольких дней приняли ряд болезненных, но необходимых решений, сократили издержки до минимума, свернули все проекты, заморозили выплаты, перекроили бюджет, написали письма нашим партнерам о том, что мы находимся в такой ситуации, закрыли объекты. Ну, вот. Как партнеры отреагировали? Ну, про арендодателей мы слышали, а вообще вот, вот Виталий говорит, эпоха ровачей закончена, с чем я, как бы, не совсем согласен, как мне видится все-таки, ну, в рынке. Вот как отреагировали партнеры, которым вы написали, я уверен, такое хорошее слезное письмо? Партнеры отреагировали тоже по-разному, но в целом, в целом адекватно. Большинство наших партнеров тоже завязано на нас, и поставщики, и дистрибьюторы, которые мы должны за деньги за контент. Привет, кстати, передаю. Мы в одной связке, и если какая-то нитка рвется, то, как быть, все страдают. Мы надеемся, что все это временно, и мы быстро восстановимся, и все-таки отец назад, поэтому мы вынуждены делать те шаги, которые, ну, вот, они просто необходимы для того, чтобы компания выжила, а дальше будем смотреть. Сегодня есть понимание у банков. Мы начинали с того, что переговоры по кредитам у нас прошли достаточно успешно, то есть на самом деле не так все страшно, как кажется в начале, когда нет выручки. И если посидеть, подумать, то приходят на ум, не знаю, свежие идеи, свежие мысли. А сколько сотрудников компании вот было до этого кризиса, и что с ними сделали, отправили в отпуск, а сейчас уволили, не знаю, как поступили с коллективом? У нас большинство сотрудников привязаны либо к выручке, либо к результату, и так как нет сейчас ни одного, ни второго, общее понимание есть, что потеряют все, да, и мы честно всем сказали о том, что это, скорее всего, ни на месяц, ни на два, и нужно готовиться к какому-то худшему сценарию, вот. Но персонал для нас это главный актив, и мы не хотим его терять ни при каких обстоятельствах, поэтому мы движемся в эту сторону персонала, мы понимаем, что персонал это наше все сейчас, потому что все-таки люди делают бизнес, и я горжусь, например, решениями менеджмента, которые сами в данной ситуации, в виде ситуации, изъявили желание и предложили сократить часть, существенно сократить часть своих доходов в данный период, и в целом по компании не приходилось никого уговаривать. Вот если говорить про ребят линейный персонал, понятно, что 2-3 месяца для сотрудника молодого, это очень, ну не у каждого есть такая личная подушка, да, там арендная квартира, там какие-то обязательства, вот, с одной стороны, хочется их удержать, с другой стороны, если говорить им о том, и это очевидно, что ситуация надолго, то, наверное, этим людям нужно сейчас искать работу на рынке, как их удержать? Ну, если говорить про линейный персонал, то да, мы кого-то отпустили, кого-то пристроили, слава богу, есть партнеры, которые готовы предложить... То есть где-то порекомендовали эти люди? Конечно, конечно, и доставка, и сортировка, и что-то еще, то есть мы, безусловно, подходили индивидуально, и если так копнуть еще глубже, конечно, мы поняли, что у каждого свои проблемы, у кого-то кредиты, у кого-то сложная ситуация, у кого-то родители лежачие, допустим, что-то еще, то есть мы находили какие-то компромиссы, и люди с пониманием отнеслись ко всей этой ситуации, и выручали друг друга. У меня-то муж, например, айтишник, я могу, допустим, уйти за свой счет, что-то такое, да, наверное. А сколько сотрудников все-таки? В данный момент мы имеем почти 200, наверное, сотрудников, и мы за счет чего, вы спросите, мы их держим и будем держать? Мы будем держать, конечно, за счет собственных ресурсов, внутренних ресурсов, которые... То есть это некая резерва тоже? Подушка, конечно, она есть, и в этом, наверное, отличается. Сильная компания, лидер рынка, он должен иметь это. Ну а в целом, если так посмотреть философски, то вот такой... Да, мы, понятно, похудеем, но вот такой фитнес, он и позволяет компаниям наращивать мускулы в дальнейшем. Так, парни, надо это, значит, печалью и волну менять на позитив. Сейчас заплачу, честное слово, значит, Алексей. Я могу сейчас заплачить. План Б. То есть, ну окей, да, оказались в этой ситуации. Понятно, что все мы предприниматели, и у нас всегда есть идея, как будем выбираться из текущего положения дел. Вот поделись, что сейчас... Текущее положение дел – это хороший эфемизм. Да, то есть, что делать надо? Или какие планы у вас сейчас? Да, мы были в нокдауне какое-то время. То есть, какой-то рембл стресса просто нужно прийти в себя. Был, 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 но мы, слава богу, собрались, решили, что будем бороться, поэтому сейчас у нас только мысли, связанные с перспективами, потому что, опять же, если добиться изменения условий текущих, то пересмотреть планы, допустим, по развитию, на менее рисковое, выбрать те направления, которые, те объекты, которые более удачные и так далее, то мы видим, что в долгосрочной перспективе мы можем даже выиграть из этой ситуации. Поэтому сейчас, в это время, мы рассчитываем от трех до шести месяцев на продлиться. Нужно потерпеть. То есть, стратегия лежит на дне, да? Да, и мы уже запустили несколько проектов, о которых мы говорили, это личный кинотеатр, когда люди имеют возможность прийти. Два часа можно сейчас арендовать целый кинотеатр. И с друзьями, или с семьей, и смотреть любую подборку фильмов, да? И караулки тоже. Если смотреть нечего, то можно и просто снять, и побалдеть, да, там, в кинотеатре. Да, люди приходят и со своим контентом, люди приходят с приставками. А он пользуется, да, этим спецпредложением? Ну, да, это успешно, относительно нуля, допустим, это успешно, да. 99 рублей за два часа, то есть, в принципе, это не сказать, чтобы так уж много побаловать себя, снять кинотеатр целый. Да, и при этом можно и большой кинотеатр, да. А с учетом того, что вот теплая погода, вот, может быть, вернуться в старые древние идеи автокинотеатра, да? Вот опередил меня, да, я расскажу про другие проекты. Мы запустили доставку, онлайн-доставку, онлайн-покупку и доставку продукции кинобара. Буквально на днях, и вчера была первая доставка, вы бы видели, как мы радовались в ручке в 20 рублей. Да, и действительно, как дети. Потом мы на днях, опять же, вот, приняли решение, буквально на следующей неделе мы планируем выйти с сертификатами на будущий период, на будущие премьеры, после того, как все закончится по антикризисным ценам. Это будет тоже интересное предложение для рынка сегодня. И автокинотеатр уже можно сказать, озвучить. Мы планируем вернуть автокинотеатр в Минск, наверное, в мае. А территориально вы уже... Более подробно мы выйдем отдельно, может быть, на Тутбайе со статьей. Но это будет здорово и интересно. Сегодня, наверное, происходит бум в странах, где жесткий карантин. Но мы надеемся, что это будет востребовано у нас. Я знаю, что еще доставку еды, доставку попкорна, всего, что состоит, этот антураж просмотра фильма, реализуется через сервис Деливио. Это ваш, так как вам, дочерний или, в общем-то, ну, ваш бизнес тоже, да? Деливио, нет. Нет, нет, нет. Это... Да, мы дружим, да. Я буквально вчера в общем чате с топ-менеджментом приходится такие вещи тоже обсуждать. Поздравления, вы продали первую доставку, 24 рубля, аплодисменты, дикий восторг. Бунг. Да, в чате, в общем. И кто-то спрашивает, а это с учетом 30% Деливио? Нет, без учета. Да, тоже немножко расстроились. Но понятно, что сейчас, наверное, нам, да и ресторанам отдавать 30% все-таки гораздо выгоднее, чем не работать. Это комиссия за доставку. Да, да, 30%, по-моему, да. Я знаю, что у вас есть еще одна история, чем будете удивлять, когда все закончится. Можешь поделиться вот как это, вишенкой на торте? Да, хотелось бы закончить тем, что мы действительно строим планы. Новые кинотеатры, которые были запланированы у нас, они, скорее всего, откроются, и они будут совершенно другими. Это будет что-то особенное, потому что рынок, формат кинотеатра, который он был, допустим, раньше, он просто перестанет существовать. То есть кинотеатры станут площадками для времяпровождения, для эмоций, для места не только для кино, но и про музыку. То есть event space? Конечно. Музыка, концерты, спорт, опера, балет, киберспорт. Рабочая группа? Рабочая группа, обучение, да. Это площадка, площадка кинотеатра становится вот такой вот площадкой для всего вот этого. Рассказа жизни, да. И мы планируем, да, большие изменения, и новые объекты, и текущие объекты будем менять. А сейчас хотелось бы, наверное, показать... Можно слайд включить, да? Просим меня все равно трансляции вывести слайд на экран. Это гордость, наверное, Минска, объект старинный, в самом центре города. Это то, чем мы занимались последние, наверное, 3-4 месяца. Это объект, который нас вдохновляет очень сильно, команду мотивирует. Там мы постарались сочетать архитектуру и сохранить дух того времени, 50-х годов, при этом сделать его актуальным и современным сегодня. Поэтому вот те решения, которые вы видите, они, на наш взгляд, неплохие. Мы хорошо просчитали бизнес-модель, мы проработали тщательно концепцию, на наш взгляд, получилось неплохо. Что вы считаете? Это кинотеатр «Победа», да? Я считаю, что это шикарный проект, я видел. Но я так понимаю, это еще перспективы, да? Да, перспективы, наверное, в разрезе 2-3 лет. У нас небольшой опыт работы с госорганами. И, судя по старту, есть предположение, что согласовательные моменты будут проходить дольше, чем сама стройка. Потому что мы уже столкнулись с тем, что согласование происходит крайне медленно. Но будем надеяться, что эти шероховатости мы победим. И городу, да, мы, как-то сказать, это будет хороший пример успешного сотрудничества бизнеса и государства. Потому что серых кинотеатров, которые не востребованы сейчас много, и мы знаем, что с ними делать. Вот пример хороший, поэтому я думаю. Серых – это незрачных, ну, таких. Незрачных. Хорошо. У меня еще, наверное, будет уже завершающий вопрос. Вот Сергей делился выводами о том, что компания стала логистик, вынесет из этого кризиса, в том числе вынесет и другой подход к офисному пространству. Ну, риск-менеджмент, в принципе, компании был до этого, но более серьезное к нему отношение. И работа с переменной частью и привязка к эффективности каждого сотрудника, развитие отсорсинга. Вот что поменяется в модели, в процессах, в подходах Silver Screen, кроме того, что поменяется сам продукт? То есть это будет не просто кинотеатр, а это будет такое место городской жизни, интересных встреч, интересных самых разных форматов. Что еще изменится, как вы видите, в вашем бизнесе? Ну, начнем с того, что я повторюсь, что прежде всего это договора, наверное, договора аренды, которые мы заключили, они будут более продуманными и оценивать все риски, которые могут быть. Что касается того, что говорил Сергей, да, присоединяясь, безусловно, поменять бизнес-процессы – это то, что будет необходимо. Этот кризис многому нас научил, и мы должны сделать правильные выводы для того, чтобы мы могли быть успешны в будущем для себя. Мы сделали их очень много. Ключевые два, один, два, три вывода, которые сделали? Ключевые выводы? Нужно делать ставку на команду, как я уже говорил, и бизнес-процессы. То есть сегодня это главное, когда развиваешься, нет времени, может быть, на оптимизацию, работать над эффективностью, а когда все-таки падаешь, достигаешь дна, есть шанс начать это все заново и построить эти бизнес-процессы с нуля и сделать это более эффективно, более правильно. И в этом смысле мы уже пройдем такую школу. Ну, да, уже с учетом опыта. Да, такую школу, которая... И команда. Ну, я хочу пожелать, чтобы фильм ужасов под названием «Коронавирус» закончился как можно скорее, чтобы мы вернулись в кинотеатр, смотрели добрые романтические комедии, да, и чтобы у нас было веселое настроение. Хочу выразить славу поддержке Алексея и его команде. Вот, прекрасный проект, и очень хочется, чтобы действительно после кризиса, после коронавируса мы снова встречались, снова общались, потому что знаю, и многие наши зрители уже соскучились по живому общению на конференциях, клубах и в кинотеатрах, и вот хочется, чтобы этот отложенный спрос как можно быстрее пришел на рынок. Спасибо, мы тоже на это надеемся, и мы готовы. Кинотеатр специально не закрываем, чтобы быть в тонусе, да, поэтому мы надеемся, что это произойдет уже этим летом. Успехов. Спасибо. Спасибо большое за это.